всем привет с вами снова я форматик добро пожаловать на прохождение игры тени бани зайчик на седьмую серию мы в общем то продолжаем с того же места где мы и остановились а именно где семён со своим шайкой бандой пытаются на нас нацепить эту маску зайка за и зайки зайка зайки и почему-то они являются наш антон думает то что она его спасет они испарятся и ты будешь сверхсильным но что не касается русской на мальчик уже с ума сходит навсегда а в общем то я думаю надо было вот до этого момента все таки дотерпеть и остановите серию но вот перед этим выбором но как бы вот так а в общем то у нас сейчас есть выбор либо его послать либо надеть естественно я пошлю его потому что такой мудак должен быть только послан нахер почему-то ромкина неудовольство семена меня расхрабрила что-то у них было не так в банде старые разногласия мне бы расковырять эту рану пролезть в бы пролезть бы в их головы в их черепа в их теплые мозги знаешь что собственный голос ровный и твердый удивил меня я сделал шаг вперед и тихо спокойно отчеканил иди нахуй идеально мир словно поставили на паузу а через секунду разморозили идеально просто скрин подождите это я просто обязан сделать так я так понимаю у меня geforce experience вами хер пойми как работает то ли так то ли сяк короче как попало короче это я конечно тут все заблюрю на этом снимки такие снимки то что нахер никому не сдались а в общем то значки и симон расширились маска выпала из мясистых рук от некоторое он некоторое время оттупленно переваривал услышанное как будто тужился решить в уме сложное уравнение и судя пульсе сады попульсирующие на лбу вене ответ приводил его бешенство а ему ему погоди остальные мальча молчали наблюдая за нами предвкушая скорую расправу давай-ка вроде упереда я вот думаю что вот это можно если и чё там я просто сам уже сделаю у куки у тебя зубы курил что ли ты ни хрена аниме погоди аниме ёпт да блин что такое я сейчас сделаю потому что там будет качество хуже во ему классно вообще суперски а в дебрях зазвенел ледов срываясь с ветвей звук напоминал мелодичный смех и тут я услышал шепот скрон из нор из лесных берлог будто бы алиса притаившись сугробе словно суфлер из будки стараясь достучаться до меня не спу не испуганная а с веселым гневом в голосе так представлялся мне этот тихий гуд я уставил ся в проем между деревьями давайте чуть-чуть потише сделаю потому что мне кажется вам громко вот так чуть-чуть не сильно я оставился про между деревьями так все ой лиса там мелькнуло рыжее пятно лиса настоящая обыкновенная лиса выступила из-за кустарника а я моргнула шарашина животное припав на живот буравила на меня горящими глазами пушистый хвост снова основал по снегу разбрасывая белую пыль на меня смотри падла но я смотрел мимо на лису которая улыбалась мне оскалившись она рыла на нару в сугробе двигала лапами так будто танцевала острая морда была в снегу усики подергивались а оскалившись леса подбора под обнаруем обнажила чистокол желтоватых зубов леса припа погодите леса ля 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 это это сделал подождите мне тут просто микрофон чуть-чуть сбился вот так нормально лиса припала передом еще ниже к земле сверкающие было плашки глаз на ли налились расплавленным серебром я перевел взгляд на перекошенное лицо семена и мазалой злой злой он что-то рычал я не понимал что лиса пошла задом наперед и скрылась темноте а из леса на меня отдохнулась шепотом сказать хрена ты хорошо я кнопку хлопнул рукой по щеке прогоняя чужой голос я прям представляю не такие смотрят и ты такой хоп по щеке но смысл послания остался на подкорке подсказка мой шанс я установил к не синья блин да я случайно как-то так дабл клик делал я установился на переносицу хрюкающего от злобы семена и проговорил за открытие семён будто семена будто порезовала словно экстрасенс алан чумак за как загимнотизировал его лишил воли алан чумак советский и российский телевизионный деятель позиционирующий себя как целитель экстрасенс целительную силу почувствовал в себе когда проводил расследование о магах шарлатанах первым догадался проводить свои сеансы гипноза возле телевизора заряжая воду крема и даже свои фотографии причины смертной смерти чумака не уточняется во рту возник привкус а алисиной жвачки ягодный терпки я словно тянул карту из засаленной колоды и она оказалась козырной козырной мозг работал на пределах возможностей словно киношные титры промолкнувшие слова полины о том что после перезаг переезда характер семена испортился пазлы сложились козырь пролетел по про причавую физиономию я говорил вальяжно растягивая слой и есть у меня подозрение ты не просто так перевелся в новую школу а точно был просто не знаю чушкой свиньей он был он с прошлой школе считался ложком перевелся в новую начал новых обещаний обижать за то что все понятно сбежал да как крыса сбежал потому что сверстники бывают жестокими кто не такой как они с теми кто толще их например слабее и ты решил издеваться над другими как издевались над тобой я увидел как дернулся кадык семена словно перезарядили помповую винтовку ты отыгрываешься за старые обиды хочешь казаться тем кем не являешься но знаешь ничего не меняется по щелчку пальца знаешь кем ты был я затаил дыхание слушая наслаждаясь знаешь кто ты есть да не тяни ты пацаны 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 обосрали меня чё бешен бешен шагнул было приятелю но ромка осадил его хлисту в классным взглядом тот ретировался сумму в руки в карманы продолжай тоха спасибо слова ромки рикошетили от шершавых стволов знаешь кем ты будешь всегда да не тяни ёпта я уже со старостью тут сдохнуть можно семён беспомощно озирался второе настоящее которое дали тебе одноклассники будут тянуть откуда теперь ромка и бяша смотрели на семена как на добычу даже показалось что облиза облизывали свои сухие губы и ветер тоже облизывался гоняя вдоль дороги мои разбросанные тетради и ма моя громогласный мой громогласный крик эхом полетел по лесу деревья и овраги в оврагом он понравился эхо повторила удвоила утроила возглас рома оскалился блеснув зубами руки семёна упали по швам глаза намокли а я воспользовался преимуществом ударился свой со всего маха правый похоронный а я говорил говорил ленны коронный правый похоронный гораздо сильнее чем в первый раз сколи до хруста впечатал кулак в его испуганную физиономию прыщавая щека расплелась под под костяшками как поверхность киселя охнув семён плюхнулся за на за леденевшую дорогу он держался за да ёпташ он держался за ушибленное место не понимая что происходит и как так вышло и глядя на него м м а улыбочка то прям и глядя на него я понял что улыбаюсь как обезьяна какая-то толстяк наконец-то очнулся вскочил на ноги и скорчив яростную гримасу бросился на меня с кулаками но я разгоряченным игрой снежки ловко увернулся и вот говно упал он полетел на снег неудачно приземлился прямо на кучу свежих собачьих какашек и обиженно взвизгнул думал ты сосунок а вон как жердяю делу семён за сны и захныкал осознав всю гибельности в своего положения скажешь обосрался она не убьет когда увидит я ну скажи обосрался ну что поделать чего ты там скулишь реально тебя с параши не слышно тщетные потуги семена снегом очистить дубленку вызвали убивший приступы веселье я тоже улыбнулся криво зло она стала и скачи как зайчик а реально давай-ка масочку одевать желательно подальше от тебя уже дерьмом несет что это за хрю нахер его хрюкать застучал хрюкает его и красные за зареванные глаза аста остановились на мне ему ты не успел я стереть улыбку с губ как семён налетел к коршуном цепился мне в лицо скрюченными пальцы пальцами с обрызганными ногтями забрызганными ногтями пнул куда-то слой жира под дубленкой а я пнул его не он а я пнул куда-то и мир лишился четкости расплывись контуры черные деревья затуманились лица одноклассников чем тебе по башке вы дал так что ты вырубился от все на это скажешь а ты очки сперл ну не ну так нельзя так это только крыса поступает он победно поднял руки с моими очками внутри он длился недолго два расплывчатых силуэта выскочили вперед бывшие семена не на дружки я услышал знакоме до боли звук на семена посыпались смачные оплеухи не по пацанке поступаешь гнида не серьезно это гонили за назад это так нельзя это нельзя судя по охам и кряхтению семена на уговоры друзей он не подавался вы чё творите ой бля на лоха позорно вы меня променяли ой 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 так все пошли вы в жопу тоже мне друзья свинка пеппе моя на озвучку в свинке пеппе можно ставить крупная фигура барахтавший снегу кое-как смогла вырваться из-под града тумаков и бросилась на утек быстро оставив в потемках завтра в школе тебя выцепим хрюндель до базар ответишь на горло тебе перережу слышать я не не горло перережь давай ка не 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 надо ребят 6 класс вам тут убийцы не надо ромка и бяша начали швырять грибы льда вслед убегающему семену а потом вместе страшно закричали запричитали глумливо свинья захрустел снег запаха запахавшиеся ребята приблизились ко мне и я наконец смог разглядеть их прибавившие в резкости лица маячки были ромка выругался гандон этот стащил ноула запаски если чё день завтра вот таким фуфелом припрется ответяю хрена он смеется конечно гиена в короле в короле льве обзавидовались бы этому смеху реально бы ну и дела точно тоха ты без очков хоть что-то видишь а вообще ни хрена немного из мглы выдвинулась рука с красными прямоугольником рома предлагал мне сигарету не надо шестой класс ребята вы чё сигарета какая вообще сигарету не курите это не надо угощайся не 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 спасибо не надо ни в девятом не в одиннадцатом не надо лучше зачем я причурился селись различить марку табака хотя в совсем не разбирался в сигаретах я ни разу не курил да и начинать не хотелось интересно будут ли они со мной общаться если не если не переманить все их переводчики к колебавшись я покачал головой а очень не видели там написано спорт на шапке мы естественно это в глаза долбишься не видел как он семена четко в мазал да вот именно вообще мою саб-зиро ой ладно ладно все чуть так придирает когда уж и вандрага хары при это при влизываться не надо не буду его сбить курим одну на двоих гони жигу ромка губой подцепила сигарету а бяша суетливо шарил по карманам поиска зажигалки тоха че сказать хотел не держи зла брат нормально так ты ему горло хотел перерезать то что ты такой ну брат ну брат на тебя на вшивость проверяли а то очки эти еще и маска такой зла брат брат не держи зла мы тебе всего-то лишь хотели порезать убить на хрен избить и поиздеваться степанат бяша черкнул здоровенные тбилиси и ромка смачно затянулся меня кстати ромка а а я не знал я думал ты дятел иванович а вот этот бяшка это дебилушка иван и дебил васильевич а он пожал мне руку сильно до боли сдавив пальцы его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили что он носит спортивный костюм не просто так этот бяша бяши хираши ненавижу ты не очкой со свиньей мы лично пообщаемся ну пасиб пацаны он выдохнул мою сторону клуб дыма отчего я тут же закашлял пойду пока сумку соберу да ёпта я да ёптыш а то темнеет я нагнулся за за выпотрошенным рюкзаком и его содержали надеюсь что новые приятели исчезнут когда я повернулась но они так и остались стоять передавая друг другу сигарету два низкорослых силуэта с блуждающими между ними огоньки на фоне сосновых столбов они ждали пока я соберу учебники и перешёптывались не говорил вас в основном ромка бяши лишь шмыгал носом и одобрительно мычал и тут среди пришептанных снежком тетради я вновь увидел ту старую потрёпанную временем зайчью морду из папье-маше пустые дыры глаз которых может быть что угодно любые глаза но маска будто хотела иметь мои откуда она взялась и что было в моей что забыла в моем портфеле я подобрал ее так осторожно словно опасался что она цапка цапкет меня за палец просто новогодняя маска заиндивившим плевком на внутренней стороне только что то в ней было не так что то копать тишкинка что-то копошилась внутри под коркой старых газет я услышал шуршание тысячи маленьких тел дрожь исходящую от меха что-то пыталась прогрызть самому наружу вот чутку жуки какие то клещи опарыши готова тоха антошка обратись в психотерапевту у тебя что-то психология не так может у тебя там не знаю не знаю психологическая какая-нибудь там херота голос ромки я выдернул меня из кошмарного видения я с ужасом отбросил маску прочь за пределы видимости отвращение как клокотала внутри но я собрался и не подавал виду настоящее эти терпение лет очередной вдруг по фазе для реально без разницы слишком много всего за за для одного дня хотелось как можно скорее очутиться дома ладно пацаны мне пора уже интересно узнать как ты вот при таком виде куда пойдешь до свидания свидания я протянул руку навстречу двум фигурам чтобы попрощаться темные продолговатые пятна подрагивали впереди застыли внимательно меня изучают а кедрами закорешиться решил ну да там орехи они дают там замерзли что не знаю там орехи еду дадут не знаю круто здесь вообще она извини голос ромки прозвучал у меня за спиной я чувствую себя неловко обернулся деревья хреновые кенты да почему ты не ссы мы тебя до дома доведем а то ты как слепой котенок так здесь живем изгниешь ну спасибо пацаны хоть не кинули округа разбился а пенис с снопом искр и зашипел сугробий у моих ног ребята как-то натянута засмеялись и взяли меня под локти покидая пустырь я обернулся в надежде увидеть алису хотя бы рыжие пятна а вдруг но я увидел лишь грохочущий трактор который выползал откуда-то из поворота а сверх дорогой кино кино голливуд ух многомиллиардный фильм киношный голливуд они идут анимейшин студиан пикчер презент двери бери гудте не меньше and very very good инглиш а я молчая молчаливая процессии бери мы вдоль замерзший при поросе просеки тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающие и я заговорил а почему тебя бяши зовут процент бурятёна криво ухмыльнулся потому что я волк ловить из корня брешешь вот именно этот трусиши коргу гнать это он умеет а звать его так потому что блеет как овца все после того как из черного гаража живым выбрался из чего выбрался какого черного гаража бяша моментально изменился в лице я заметил это даже сквозь плен пелен пелену ему и черепашка такой спрятался туда капюшон отшатнулся замычал что-то нечлен раздельное видишь с ним так всегда как об этой херне заговоришь ты сейчас о чем ты серьезно про эту страшилку не знаешь да я же приезжий откуда мне это знать на черной черной улице в черный черный подворот не стоит черный причерный гараж и он знает о тебе все где ты живешь что любишь с кем дружишь наверняка слышал о пропавших детях это тут не первый год происходит все местные знают кто здесь замешан кто даже взрослые ну кто 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 говори вообще везет тебе ты вон в лесу считай живешь а чем везет он к тебе так просто не сунется гараж смысле гараж тупо сечет что среди деревьев будет выделяться я ну гараж естественно у нас это хрень может где угодно поджидать иногда в конце переулка или возле дома они идешь такой себе ночью и тут раз он стоит где совсем недавно пусто было дверь открыта внутри мрак кто зайдет тот дурак можно продолжить так и надо валить в чем и тут как бяша натянул капюшон на голову и завывала на высокий трепещение трепещущей ноте стараясь заглушить ромки ну и ладно 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 проехали куда гараж я перевалил рассказ ромки не понимая как относится к услышанному за недолгое время проведенное в этом заснеженном глухом поселке я уяснил одно многие здесь столкнулись с тем чего так и не смогли понять я взглянул на мелко трассе трясущего себя шок а вот скажи на хрена бы ты сюда переехали я тяжело вздохнул глядя под ноги далеко внизу ботинки баба дали носками туман эти были вы это были вы вызубрены наизусть слова у отца тут новая работа и мама в поселке раньше жила давно еще при союзе здесь же нечего делать только гнить ну или как бяша по лесам шастать черепашка мая ниндзя бяша осторожно высунулся из-под капюшона словно улитка из домика но я про черепашку и прислушивался он у нас турист летом целую неделю в палатке жил прикольно здесь рядом прикинь нормально так хотя от мамки его звезда ну ты я бы сам лес бежал мы шли дальше но казалось что это что это лес плывет мимо сосны к черные клавиши снежные прорехи белые и чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию музыку под к музыку корней берлог и забытых таежных скрип с китов снежинки создавали будоражащую иллюзию казалось кто-то бродит по лесу кто-то высокие неумолимы гола готовы в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами а потом когда внимание к нему ослабнет вновь продолжит свой путь вдоль дороги но это лишь была игра света и тени там никого не было по крайней мере мне хотелось так думать ромка вдруг резко притормозил и сказал слышите четко в лесу кто-то бродит по ходу реально так повозил это не не берешься что ли нам кожа под одеждой завербовала засвербовала заныло в желудке мы смотрели куда показывал ромка высоченные причем с нашей скоростью идет никаких гигантских фигур на за мачтами сосен только тени крадущиеся полумраке медленные тени быстрые тени голодные снег бесшумно осыпался светки застав заставив сдрогнуть прикусить губу будто что-то огромное поднялось дерево и улетела возможно в нашу сторону ромка поднял земли шишку и швырнул в чащу четко окликс срикошетил словно ударил ага тугой барабан барабан это передразнила ромку а затем вновь воцарилась тишина кто-нибудь видел нет я головой помотал что я видел так это вертикальные маски деревьев темноту снег своих спутников дымки а вспоминалось шерва шершавые стволы губчатые лишайники и ледяное крошева над нервов пойдемте сгори а то вечереет меня вновь взяли под локти и повели вперед понесли к лесу торчащими шипами сучьев солнце окончательно канул за зеленые пики мрак распространив плечи пополз как дым а вдобавок повалил снег густые липкие хлопья белые мухи летящие на запах падали мое зрение стало крохотным островком а мам омываемым чем темными водами давайте я звук убавлю потому что громкий вот давайте я так сделаю потому что он реально громко играет все раз два три картинка появись утренняя тревога вновь начинала овладевать мной мерещилось что далеко далеко на самой кромке сознания я слышу вкорачивая пение флейты хрупкая словно мартовская ледок под которым дремлет бездное озеро я ковырнул пальцем в ухе прогоняя слуховую галлюцинацию лес был тих я про я представил ребенка идущего в ночи под надзором дуплистых сосен а вы знали вову матюхина мальчика который пропал недавно не понял а ты кто ты что я вздрогнул и остановился уставившись на провожатого на лесу на на лесу в ее неизменной маски лисы девочка нежно придерживала меня за локоть а ведь я тебя потерял потерял потому что зазевался я ощурился недоверчиво давно то за нами идешь что значит давно так ты что вообще такое ты кто и что ты вообще что одурачено я повертелся но не нашел ни ромку не бяшу так что тут происходит можно мне сказать типа нам ромка и бяша привиделся вы мне хотите сказать или вот эта херота нам привидится сейчас то что мы вырубились возможно они нас несут мы заснули типа я не знаю круче херня какая-то и вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье куда на ночь что зачем уж днем хотели не дав опомниться она повела меня через лес запах мандариновых мандаринов кофе и петард обволакивал я ощущал себя маленьким мальчишкам которые ведут неизвестность впереди темнели стволы деревьев грозные щетине щетинились ледяные кусты дикобразы на пути возникло что-то прямоугольное вроде большой коробки я окаменел коснулся краешка глаза оттягивая века чтобы настраивать как бы настраивая зрение металлический гараж вырастал прямо из валежника ты че серьезно что ли то есть ты этот проводила гаражная тяжелые громоздки такой невозможно без труда перевести с места на место стены окрашены черные черные окружающей тьмы леса принюхилась и показала ее маска сморщилась от умерзения ты короче все понятно ты короче маньяк который поеводит в этот гараж все стревожено голос спутницы напугал меня даже больше чем это жутковатая железная коробка слышу его запах слышишь запах вот может вова играет с нами в прятки или он решил спрятаться алиса какая ж ты тварина мне казалось что от постройки отделяется дим дымчатые щупальца и что-то рыщут вперед в прелое листве они свистели по снежному одеялу подбираясь к нашим ногам и какой-то жуткий металлических скрежет доносится из огромных черных ворот что кто-то или что-то явно ждало нас внутри а типа уйти не а я не хочу а нахер нам стучать учу наверное со стороны мое дерганая напоминая пласти пластину марионетки танцующий на нитях кукловода я приблизился к рожу затаив дыхание а испугался и постучал костяшками по листовом по листовому железу тук-тук тут же опасливо отскочил ему на мгновение показалось как за стенками гаража кто-то что-то замучительно завыло послышалось как зазвенели проржавеющие мясные крюки на толстых металлических цепях и что-то громоздкая а ты отринув сон поползло отворить черные врата как-то жутко не знаю не серьезно жутко чё-то ничего не происходило сердце бухало в груди вот и посмотри там подглядывает чё там ничего тук-тук-тук опасаясь повернуться гаражу спиной я очень я даже не спел беги трусливо проблевался про и пробивался проблиял голос голове спотыкаясь и рванул в кишащую тенями ночь за изломанным стволом лиственницы уверена что алиса бежит рядом минуту спустя я обнаружил что девочка пропала я сбормотал свои древние молитвы скрипел дикал шуршал я замер не знаю сколько прошло времени прежде чем я понял что стою почти в полной темноте что в кольце замывающий ввысь стволов и все вокруг шевелилась дрожала уши закладывала от шороха и шелеста кроны таяли космической черноте кусты становились пустыми клетками чьи обитатели вдруг вышли на волю казалось вот-вот когтистая лапа выпростается из мрака и схватит мое оде и одереневшее лицо где-то вдалеке послышался крик я здесь помоги у меня тут вот хамалия какая-то какой-то хрен тут с черным гаражом связан меня искали как к того пропавшего мальчика глаза защипала вы с выступившими слезами тяжелая капля сорвалась ресниц да тут я иди сюда помогите крик зазвучал громче и на мгновение даже поверил что меня спасут опа одно из деревьев двинулась вперед это был не ромка и не бяша кто-то взрослый высокий с длинными руками а позади края листей не напоминающих собак но эти существа были намногие крупнее жульки лес был лес больше не таился не прятался за ложными образами я замер будто ой ай будто олень зашепили на лучи приближающего автомобиля а чудище уставились на меня сумерках без очков я видел слишком мало но и увиденного хватало с хлифой чтобы остолбенеть от ужаса резкий запах звериной мочи и мокрой шерсти шерсти окутал поляну когда жуткая просеивая в глава главе с гид гигантом направилась ко мне от страха подкосились ноги и я упал на колени в снег словно бы моляюсь мой молись этой фигуре деревьям темноте я не смел под поднять глаза он и когда он подошел накрыв меня с мрадом на миг почудилось что ноги его папа росли серой шерстью я зажмурился так сильно что на внутренней стороне век заплясали красные круги лишь бы не видать всего этого зато я чудесно слышал его дыхание наждачной бумаги царапало уши хриплое глубокое рычаще я выудил из памяти бабушкин заговор ответом было рычание и вонь слова слова не защищали от когтей и клыков я был бессилен и тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок ах ты ж тварь поганая алиса я ведь тебе верил предательница хреново что-то горячее пробежала по горлу как веревка мясистая и липкая язык я же говорила хозяин это наш зайчик позаботься о нем в узкой бойнице приподнятых век задрожая задрожащими пальцами я видел грозную фигуру возбужден нависшую надо мной ушел запах псарни компоста ям и мха перед мной величественной жутко возвышался рогатый зверь в позе сквозь сквозила будоражевская будоражащая царств царственность рога под пирали чая тучи а вытаращены и бельма впивались ключами мои готовы лопнуть от ужаса глаза руки были полные даров конфеты выпадали на снег и переливались пестрыми фантом фантиками серебрели упаковки шоколадных батончиков чупа чупс в откушу сугроб пластиковые палочки тебе ёпта чё мне моим ногам посыпались конфеты стукнулся о лёд игрушечные автоматы по реализованным страхом я вспомнил у пропавшего вовы был точно такой же рядом упала кукла посыпалась градом металлическая юла плюшевый медведь с обрезанным носом рыжий карл карлсон без пропеллера про пропеллер оловянный солдатик заменосец пожарная машина и кукурузник игрушки не были перепачканы в крови но воображение дорисовывало багровые потеки и кляксы на эти сокровища принадлежащие безвестным детям ложилась все рогатая тень чудовище иди нахрен косматые руки выудили куда откуда то есть темноты преследовали меня образину зайца чё херил что ли и грубо нацепили на меня нами нацепили мне на лицо убери свой грязный хрен ёпта убери свой грязный пальчик ё-моё тени зверей вокруг меня медленно и грационно стали на задние лапы и тут же свет ударил мне лицо расколов пополам фигуры монстра я заслонился ведь я заслонился пятерней луч фонаря скользнул вниз о бате здорово антон вот и где ты совсем сдурел это вообще как понимать а я не знаю как вот я тебе так скажу я вот вообще не знаю что тут происходит анимев я глядел на папу куда туда где секунду назад грамма грамма зрилась чудище мрак окутал поляну но игрушки и конфеты темнели на снегу а если набраться силы подойти к кустам то наверняка будут отпечатки лап язык проглотил одноклассники твои к нам пришли сказали ты сбежал от них в лес самую чаще и что за грех ты напялил да не знаю я сниму маску с запревшего лица и бросил ее к остальным игрушкам дебрях захрустели ветви с не дай мы же ужасом я при приликнул к отцу острее стрепи мусс у изучает щебу и сказал совсем другим напряженным тоном так пойдем отсюда скорее а типа игрушки конфеты там же лежат знает такой нагоняй нам устроить мало не покажется я пронялся к отцу все еще леденее от ужаса схватился за его крепкую ладонь почувствовал паду по душечками быстрый пульс поднялся и пошатываясь про побрел с папой по его едва различным следам назад человеческому жилью к свету в дороге где отец припарковал машину чтобы думать ни слова ясно окей окей ни единого намека где я тебя нашел хорошо он держал меня за руку словно что-то ценное и все рассказывал как боится потерять меня и волю но это было не тот липкий как язык животного страх его страх был благородным и чистым бриллиантом а я кивал и послушно перебил на перебивал ногами и вдруг где-то из-за спины я вновь услышал знакомый голос иди нахер а вот алиса иди пожалуйста нахер кто тебя здесь не тронет машина двинулась по направлению к дому у газовой отсюда пожалуйста это пипец это 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 просто пипец какой-то я вам так скажу припав к стеклу я различил среди елей приземистую постройку хибару чернее самой черной ночи гараж хоронивший в чаще щебе металлических скреп он словно шел за нами по пятам через миг постройка скрылась за поворотом а я сглотнул горечь да что то тут прям интересно нереально серьезно что то прям странно интересное ёпта да опять я пропустил но я думал что так долго то ну короче что там было сейчас в истории посмотрим вот мы дома наконец-то а вот и мы а вот и мы дурочки а белые снежинки все парили в темноте мама спускаясь по лестнице вцепилась в отца фирменным взглядом на ее лицо застыла грезная эмоция на стыке гнева и презрения внезапно ее здорово упал на меня и опасно долго задержался так я не поняла антон а где очки потерял да там это уронил в школе забыл забыл в школе да в школе поди забыл вот афеля да такой ведь а я а повисла ядовитая пауза ха 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 отец сердито смирил маму взглядом а затем заговор заговорщицки подмигнул мне на напоминая о нашем уговоре но ничего есть же запасные проживем как-нибудь родители еще некоторое время стояли в тишине а затем каждый из них молча побрел по своим делам подальше друг от друга я еще не успел раздеться как во мне подбор бросилась оля лису меня словно дробь больная пальнули аниме филис за шевелил губами опа со звоном разбилась в дребезке чашка эта мама выпустила ее из рук ее лицо было бледным она растерянно уставилась на осколке это короткая вдоль секунды пауза длилась вечность потом она с досадой сказала ой вот тебе все не так не умется поверь ты дочке ну хотя бы баранально ради того чтобы доказать что ты веришь и ребенок она семилетний шестилетний течет правда правда такая пушистая она у забора стояла на задних лапах совсем как человек она меня позвала а тут мама вышла и лиса убежала хорошо как-то надоело не подходи к ней если бы понадобилось я бы готов взрести сестру как тряпичную куклу не подходи слышишь мама вышла в коридор и удивительно посмотрела на меня я стушевался ну лиса ведь укусить может мне вспомнились детские рассказы в которых лисы воровали детей представляю свою алису вольно хищную бегающую быстро быстро по ночному лесу сдергающаяся мешком в обнимку это ж была не настоящая лиса ну что расскажи мой каком платье пальто шуба не знаю только она была в заправду видишь такую улыбочку делаешь не знаю мама устала улыбнулась словно это все объясняла я тоже выдавил себе улыбку жалкую как тонкий кусочек мыло перед тем как она окончательно растает в руках но осталось оставшись на единисе строя шепнул еще раз увидишь но вот и мы и дома а мысли о лесном чудовище атаковали бомбардировали меня будто дождь из конфет и игрушек передо мной стояла поросшая шерстью фигура распрямляющая на фоне стволов кто он что случилось в лесу что со мной происходит я зажмурился и бросил в рот витамины запил их водой хватит сходить с ума пожалуйста хватит я кое-что как я уселся за математику но задачи не желали решаться цифры в тетради туку выркались и перемещались то кружились танцы то прыгали за поля слушай а может у тебя это как там она называется но вот это болезнь который постоянно все меречится как-то там короче счет вылетел из глазки ну может у него это болезнь от всей этой чехарды голова стала тяжелой как норовилась упасть число числовую вязь к векам словно подвесили маленькие гири те что кладут на весы в продуктовом магазине уже устал сидеть уже 45 минут ну давай сейчас наверно заканчивать тоже будем стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь как воспомнились о прожитом дне суммы сумматошно заскалили перед глазами вот я снова посреди душно школьных коридоров отсюда виден кабинет литературы лица мертвых классиков на портретах строгое царство виная поза классной руководительницы лили павловны а затем углом ждет не дождется ненаглядная дочка катя я беда и сплетница сама ты новенький антон учета чего тебе кать а она закачалась на носочках спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась может быть я сказал бы правду полине но кати продаст мою правду на рынке за три копейки то же самое что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией вовы чтобы все читали я вновь обратился к заученному ответу это все из-за моих родителей у папы тут новая работа а мама мама но катя даже не думала меня слушать метнулась к навостренным ушам подружек зашептала косясь на меня хихика я да да конечно конечно он нас тут совсем за дурачков держит ну да ну да почему и нет который здесь начал работать получил новую работу ты блин кенни он недавно кому-то крутому дорогу перешел и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрывается ты чё за херню несешь ты вообще к чё подходил то ко мне неправда ты все врешь правильно смысле просто так просто так стукнул просто так тебя бы это самое это спасибо ну короче не важно просто так ага конечно это каким надо быть уродом чтобы первый же день так над одноклассником измываться ну ты сплетница тваринская епта прекрати ты же знаешь он первый начал и будто этого мало и будто этого мало он меня еще и щупал на перемене ходит слухи что он спутался с ворюгами из шайки ромки пяти фана ой девочки сумки проверяйте того и гляди в гардеробе вещи начнут пропадать конечно мне же пацану нужны женские идеи женская одежда конечно будем знать это петров дружками постарался ты чё пришла вообще да 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 тебе пизда на на замолчи заткнись он как раскричал это вот и ужаленный а зрачки это зрачки какие широкие опять чего доброго скатушек слетит и руки распускать начнет не зря же его мать таблетками печкой я замер смятение без безуспешно пытаясь понять откуда она знает про лекарства и что пугало сильнее вдруг ее болтовни кроется ужасная правда мне кажется просто навсего это ему снится да 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 чё да да он такой же ненормальный как и его сестрица вот за сестрицу ты сейчас получишь по морде представляете к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает соба ростом с человека антон пропиши левые короны правой похоронны да 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 щас тебе вебалок будет тем пизда нет скотина ты бесишь реально и тут посреди ухмыляющей толпы я поймал единственный сосуществующий взгляд это правда антон чё неужели действительно тебе не здоровиться да мне здоровиться ты чё полина ты чё полина послушай меня как же как же не слушай этого болтуна полиночка ты еще не знаешь он тебя на другую променял не из нашей школы на а ли суп ой бля алина согнулась будто ее пнули в живот а потом залилась слезами и громко и истерично плача рухнула на грязный плову пол можно мне собственно говоря узнать а мы с тобой пара мы с тобой и не я счет и почему она мы с тобой встречались я тебя даже провожать не пошел смысле почему она я тебя знать не знаю кто такая а ты катенька ты херня их честное слово сплетничать и такую херню нести честное слово тебе прописать ничего не понимая бросился к полемию катя грубо оттолкнула меня а чё тебя полапать под пеленой страха зрела ярость медленно всплывала из глубящего из клубящегося морока я почувствовал как моя верхняя губа ползет с деснами оголяя кулак а тебе не дает право заебывать человека так и херню всякую нести про его родню и просить всех его этих как бы про все и про него короче и кулаки стали кувалдами не рада не рожать никто не смеет говорить такое про мою семью правильно я опомнился когда уже накинулся на злобную катюку нема скримак ёпты тут же толпа школьников вокруг нее за шумела за за разразилась свистом и гневным рыком и стала расти что происходит субтильные фигуры учеников увеличивали шиши и стянулись вверх все выше и выше под самыми потоком подав под самый потолок превращались в огромный черный лески чаще оскаленными мордами я жал себя пушистого комочка затрялся перед могуществом изрытых я я стволок не то людей не тут и показал свое животное нутро не она это 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 прям да ёпта чар ребята сейчас все будет не беспокойтесь а я же могу стиме точно скриншоты делать и как-то об этом даже не подумал кати на лицо было обезображено ликованием и восторгом да мы с тобой не встречались 6 класс ты чё совсем чё кто-то я с тобой пообщался пять минут а тут уже не заливаясь слезами несчастная полина заливалась слезами несчастная полина он само то животное что собственно говоря тут происходит из леса доносилось пугающее хлопание крыльев два огромных белых ухо спустилась откуда-то сверху и я с головой зарылся в них я подскочил чуть не упав с кровати что происходит ёб твою ж мать объясните мне отказалась я несколько часов метался по мокрой по мокрой от пота постели а олин крик вырвался вызволив и щупали с кошмара а чё она опять за шторами стоит чё я не сразу разглядел ее силуэт у окна голоса ли был глухим после драки у меня звенело в голове звука сказал искажался будто уши закупорили ватой по сути пулы хипс липовая расстроенная как никогда прежде сестренка повторяла и повторяла я слезы а чё иди сюда ты чё за шторм ты стоишь ее слезами кипятком ошпаривали мне сердце но признался я почти благодарил сову за визит за то что напуганная воля разбудила меня я сейчас хочешь я тебе мурзилку почитаю мурзилка советский российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал издаваем из 1924 года маскотом журналов выступает не а неведомая же желтый зверек в красном берете и шарфом журнале начинали твой свой творческий путь такие писатели как самуил маршак и ангар огне бортом подожди и опустил басы и пятки на холодный пол пошарил в поисках очков вспомнил семена его подлый поступок и говоришь на вздохну а запаска ты чё стоишь-то там за что имя понять она не отводила глаз от окна словно боясь проиграть ему в гляделке я нащупал переключатель лампа плеснула ослепяющим светом стал с кровати зрение обманывала то приближая ко мне окно то отдаляя сестра была размытым пятном впереди я сделал осторожный шаг оль оль что там что-то случилось ты хочешь чтобы я открыл что ступачу звук слева голос доносился из моей спины я обернулся и оцепенел от ужаса ты чё в дверном проеме стояла стояла кто стояла там стояла за реваная оля с кем с тобой типа а ты а как а чё а кто-то погоди а кто-то обхватив плечи она таращилась на меня красными слезы оттуда будет слез глазами спрашивала но будто боялся сушиться свет я разговаривал с тобой тем кто притворился тобой за окном угрожающий скрипнул карниз словно на нем сидел кто-то тяжелый сова что ли я что то что выдавала себя за оля начала расползаться имеет свои очертания увеличиваться свете ненасытной луны до пугающих размеров чё чё надо тебе не хочу голос больше не принадлежал сестре тому кто прятался за шторы надоело притворяться водить пене за нос я больно ущипнул себя в надежде что стилуэт у окна лишь подражение ночного кошмара глицинация проклятого дома ведь они не кусаются фигура выселась передо мной в дымке я услышал громкий виск оли когда по стеклу постучали она пришла за нами иди беги отца мать буди пусть отец достает там не знаю ружье если у него есть пистолет не знаю что то что это за херня кто там стучится иди родители буди алё буди родители оля стук повторился и ошелся вглубь комнаты словно на свете существовали потайные углы где я мог бы схорониться от этой жути тахары стучать сейчас окно разобьешь стучали тем чем-то острым железным замерцала лампа светильника ярко озаривши озарила комнату и погасла как свеча на яростном ветру нить накаливания лопнулся звонка за звоном ну все мрак словно как оговорить ждал хлынул из углов и сомкнулся от всей вселенной осталось лишь одно окно снаружи светила луна и красила все цветы костей извлеченные из склепа в черной теоле завизжала скнула в мою спину ища защиты и тут на нас уставилась горячая прожорливым огнем глаза тук 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 она играла она стучала и сводила нас с ума да хорэ стучать я тебе сейчас по башке я так постучу хорэ окно сейчас разобьешь нахер будто гитарные гитари гигантские часы мерили отведенное нам время и маятник раскачивал над березой уходи убирайся пошла прочь Оля истошно кричала креща клещами вцепившись мне в руку ул 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 я с трудом различал два огромных крыла раскрывшиеся пен над черным пятном что сказать Оля больше не будет себя плохо вести никогда только уходи он пуд в облёкло окно наползало на меня, занавески шуршали. Я протянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в тот момент из родительской спальни донёсся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только застегло на карнизе среди птичьих перьев что-то поблёскивало. Очки? С перьями? Мои очки. Те, что сорвал с меня, Семён. А может, это Семён был такой, Антон, а не откуда сова, погоди. Откуда перья, откуда сова? А ну вот тут, кстати, голуби прилетали, причём несколько раз. Короче, сейчас всё запутано. Прямо думать не знаю, как-то это. Откуда они здесь? Неужели это подарок к лочащей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намёка на поздних визитёров. Старый столб одиноких часов дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставки тряхтели. Я отодрал утеплители и полоску приклеенных газет. Теплоизоляция окон. Щели окон затыкали лоскунами ткани и ваты, а поверх заклеивали малярным скотчем или смоченным мыльной водой полёсками нарезанных газет. С приходом пластиковых окон эта технология умерла. С трудом открыл окно. Мороз впился мелким игольчатым в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я отторонулся до очков. Уверен, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семён и его банда разыскивали меня. Вот и всё. Вот и... В кругу света под фонарём блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, отбираясь под рубью подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Да ну, реально сова? Да ёпта! Даблклик, хренов. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернув в полное тревожное движение сумрак. Вы почему не спите? Нам там стучится в окно человек. От неожиданности я подкачнулся и чуть не выводился из окна. Совсем сдурели. В смысле, сдурели к нам стучаться? С это... Блядь, какая сова. Оля, расскажи, что к нам сова стучалась. Жарко, что ли? Да, жарко, мы вспотели тут. Ты представь, к нам ночью, какой-то, какая-то сова стучится, принесла, там это, стучится, бух-бух. Мы открыли окно, там очки с перьями, ты представляешь? Не болели давно? Ой, бля. Там сова была! Тоже её прогнал! Реально была, мать! А ну-ка, марш, спать к себе в комнату! Да ты чё, тупаешь, что ли, или чё? А с тобой? А со мной? А что со мной? Мама выдержала паузу, прожигая мне взглядом. Эээ, подбрила наказание соразмерная проступка. Подбирала. Подбрила, подбирала. Но махнув рукой, взяла за плечеволю и ушла, бросив напоследок, думая. Завтра поговорим. Ой, теперь думать об этом всю ночь, не заснуть нормально. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалет, натрудив пальцы. Холод ушёл из комнаты, но не страх. Водрузив на носочки, я изучал своё отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то местная маска. Как у пальчика с доски с объявления. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. А вот и школьный день. Опа-на! В просвете между детскими затылками и прямо на меня смотрело чёрно-белое лицо. И это был не Вова. Его фотография висела рядом. Я узнал щекастую физиономию и нездоровую кожу. Семён. Внимание! Пропал ребёнок Бабурин Семён, 13 лет. Ученик 6-го Б-класса. 16-го дня Уштором шёл до настоящего времени. Его местонахождение неизвестно. Примерно рост такой-то. Был одет в тёмно-коричневую дублёнку, бежевый шар, чёрная норковая шапка, сапоги. Аляска. Те, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Семёна, на просьба позвонить по телефону. Или бабушке... Бабушка Семёна. Ой... Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. То есть, подожди, а может это наши бандюганы, они же хотели его зарезать. Ой, бля, пиздец. А, всё? Спасибо, вы прошли второй эпизод визуальной новеллы Зайчик. Искренне благодарим вас за то, что вы приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Угу. О, как. То есть, всё? Слушайте, да, получается, да, всё. А, ну... Мы, конечно, больше запланировали, играли, но да ладно. В общем-то, ребята, это было второе прохождение второго эпизода Тенебани Зайчик. Фактически, пока не выйдет третий эпизод, по Зайчику не будет серии. И я могу сейчас, на данный момент, назвать то, что это финал второго эпизода. Поэтому, фактически, мы Зайчика закончили. Но, как сразу выйдет третий эпизод, я сразу же постараюсь в первый же день, как он выйдет, выложить видео с прохождением данного эпизода. А, возможно, даже если такое возможно, стрим, представьте себе. Ну, и поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр, с вами Буфформатик. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои идеи в комментариях. Если нет, все противоположное. Пишите, зашел ли вам вообще данный эпизод, зашла ли вам даже данная игра. Продолжать ли мне записывать данную игру. И, в общем-то, как-то так. Еще раз всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok